всем доброго времени суток уважаемые подписчики сегодня мы разберемся с некоторыми моментами синхронизации и для синхронизации мы будем пользоваться плюровайсом 4 версии я покажу как из плюровайса экспортировать проект в идиус очень часто слышал от многих что люди до сих пор сидят в версиях идиуса 6 и 5602 только потому что плывалась встраивается в самый идиус сегодня я покажу что это не так страшно пользоваться плюровой самотельно и импортировать проекты в идиус и так начинаем запускаю плюровайс у меня версии последние 418 ссылка будет в описании на скачивание плюровайса далее открываю проект в котором находятся видеофайлы и так особенность 4 плюровайса в том что в идиус можно экспортировать xml файл только если у вас одинаковые fps у видеофайлов то есть если все видеофайл были сняты с одной частотой кадров и так эту особенность мы сегодня как раз и разберем я добавляю файлов плюровайс это свадебная съемка сюда же добавляю звук с рекордера всего два файла рекордер у меня писал непрерывно и посмотрим особенность нашего плюровайса здесь заметно что вот эти 104 файлов сняты 25 кадров в секунду и эти 29 файлов тоже сняты с частотой 25 кадров в секунду давайте синхронизируем и попробуем экспортировать этот файл в идиус итак наша синхронизация завершена не синхронизованными оказались 38 файлов они у нас вот выделяются красными и экспортируем нашу тайм-линию в идиус давайте чтобы было проще все поместим на рабочий стол и что есть у нас в опциях мы можем переместить несинхронизированные файлы в конец нашей нашего трека но обычно я эту функцию отключаю потом мне в проекте придется в идиусе раскидывать видео файлы опять по своим местам то есть лучше пусть они не синхронизованные останутся на своих местах ну и тут создать отдельную секвенцию заменой аудио тоже не требуется и вот примечание обязательно читайте и 35 версии этого не было то есть если вы отправляете проект в идиус нет создайте проект в идиус с частотой 25 кадров в секунду и дальше импортируйте проект в виде xml файла и экспортирую файл он идет на рабочий стол вот он он появился давайте попробуем импортировать в идиус импортируем виде xml файла вот он этот файл наши файлы структура папок и файлы импортировались нам нужно открыть секвенцию открываем все наши файлы оказались на тайм-линии соответственно разбивка на левый правый канал я вам покажу что проект у меня соответствует требованиям нашего pluralайса 4 версии то есть у меня проект в 25 кадров в секунду идет но таким образом все у нас импортируется в идиус без проблем а сейчас я покажу нюансы о которых мы обязательно должны упомянуть допустим у меня есть файл сейчас я добавляю сюда один файл с частотой 50 кадров в секунду я синхронизирую материал точно также у меня все точно также синхронизировалась и теперь идем в экспорт и вы видите что экспорт выйдет сейчас невозможен есть возможен только экспорт в премьер с таким образом вот особенность 4 плюра лайса если вы добавляете видео файлы с различной частотой кадров экспортировать этот проект в идиус вы не сможете но экспортировать его можно несколько другим путем для этого я добавлю сюда целый отрывок со свадьбы с частотой 50 кадров и мы попробуем это все импортировать в идиус уже немного другим путем синхронизация завершилась и так вот вам вопрос как импортировать проект с различной частотой кадров в идиус прямой перевод в идиус невозможен поэтому мы выбираем премьер несинхронизованные клипы не надо переносить в конец и цвет несинхронизованных клипов он не передается честно говоря не выйдет например поэтому мы задаем адрес например для и экспортируем экспортировал их сама файл для премьера теперь я запускаю премьер в премьере ничего особенного делать не нужно разбираться в премьере тоже не нужно все операции довольно таки элементарные я открываю наш файл пример открыл наш проект никаких ошибок при этом не выдал единственное что вы должны сделать внутри примера так идете в секвенцию секвенция будет обозначаться вот таким значком нажимаете на секвенции правой кнопкой мыши переходим в настройки секвенции и возможно у вас здесь будет другая частота кадров например 29 если вы сохраните проект 29 то у вас будут проблемы с импортом поэтому обязательно вот в этом поле только в этом поле устанавливайте 25 кадров в секунду и все далее мы больше ничего не делаем идем файл экспорт экспортируем ааф ничего не трогаем все по умолчанию опять рабочий стол для вот создался файл ааф и вот именно его мы будем импортировать наш идиус вот мы импортировали все наши файлы с различной частотой кадров в проект 25 п какой вывод можно сделать из нашего сегодняшнего урока если все камеры снимали с одной частотой кадров через plural из 4 вы можете экспортировать сразу в идиус через xml файл и если все же одна или несколько камер у вас снимали с другой частотой кадров вы точно также синхронизируйте все plural из и четвертом только уже экспортируйте в пример про экспортируйте в пример про открываете ваш проект в премьере проверяйте частоту вашей секвенции чтобы здесь было двадцать пять кадров и экспортируйте файл ааф по умолчанию без всяких галочек ничего не нигде не добавляем не делаем появляется только один файл именно этот файл вы импортируете в идиусе через файл импорт проект ааф таким образом можно без проблемы синхронизировать любые проекты с любой частотой кадров никаких глюков не замечено итак если вам понравился урок ставьте лайки делитесь друзьями всем хорошего настроения до встречи